Друзья, привет! С вами Сергей, компания Сверокар, город Владивосток. Сегодня обсудим три новости. Первая – это продление эра ГЛОНАСС. Вторая – это новая сертификация правого руля, которая будет введена с 1 января 2021 года. И третья – слухи о том, что правый руль в ближайшем времени запретят. Давайте начнем с первой. Новость, безусловно, позитивная. Первая – Михаил Мишустин, премьер России, подписал 3 декабря 2020 года закон о продлении временного порядка установки эры ГЛОНАСС на боевые автомобили, которые ввозятся на территорию России. Для тех, кто вообще не в курсе про правила ввоза, вам нужно получить сертификат СБКТ, с которым будет указан индивидуальный номер модуля эры ГЛОНАСС. Это приспособление, которое автоматически вызывает службы спасения на место ДТП автомобиля, в котором установлен этот эры ГЛОНАСС. В общем, это кнопка вызова экстренных служб. То есть, если у вас какой-то американский, европейский автомобиль, либо у вас российский автомобиль, у вас есть такая кнопочка SOS. И вот это то же самое, только немножко такого кустарного вида. Не с завода ставится красиво, так аккуратненько в панельку, в потолок там куда-нибудь. А вот это просто модем, колонка, микрофон и такая вот кнопочка. Картинку мы прикрепим сюда, которая клеится на двусторонний скотч на торпеду, на панель вашего автомобиля. Вот, подобный русский тюнинг проходит каждый автомобиль, который возится на территорию России. Вот, остается также правило, что для жителей ДВФО, если у вас прописка в ДВФО, то вам ГЛОНАСС не нужен. Вот, в общем, также пытаются сохранять людей, мотивировать людей оставаться в этом регионе ДВФО, чтобы кто-то даже приезжал. То есть, отсюда и всякие гектары раздают на Дальнем Востоке, в том числе и отмена ГЛОНАСС для жителей ДВФО. Вот, в общем, это радует, потому что ГЛОНАСС стоит в районе 20-30 тысяч рублей, в зависимости от производителя и прочих продавцов кнопок. Вот, и, в общем, это приятный бонус для тех людей, которые живут на ДВФО и хотят себе привезти качественную автомобиль из Японии. То есть, не нужно платить деньги за данную кнопку. Вот, продлён он на год, поэтому на ближайший год мы можем забыть вообще о таком вопросе, а продлят ли временный порядок по ГЛОНАССу. Всё, на год у нас голова спокойна. Окей. С этим вопросом разобрались. Смотрите, к этому же вопросу хочу добавить ещё и увеличение утилизационного сбора с 1 января 2021 года на 25-30%. У нас есть такая штука, как утилизационный сбор. Это когда Россия входила в ВТО, они в кабинетах придумали такую штуку, что нужно платить утилизационный сбор. Вот, потому что, входя в ВТО, пошлины надо убирать на определённый род товаров, в том числе автомобили попадают под это. Но как-то ж надо также наполнять платежами бюджет. Вот, и поэтому введён утилизационный сбор на автомобили, на ввозимые физическими лицами и юридическими лицами. Вот, а для физиков остаётся всё то же самое, то есть, так как это личное пользование, для личного пользования ввозится. Вот, поэтому ничего нового. То есть, если у вас автомобиль младше 3 лет, вы его ввозите, вы платите 3000 рублей. Если у вас автомобиль старше 3 лет, без разницы, сколько ему, 5, 7, 10 лет, то вы платите 5200, утилизационный сбор, в рублях, соответственно. Вот, а у юрлиц, ой, это вообще, это, то есть, это целая сетка, коэффициенты там и прочее, прочее. Чем у вас, как бы, автомобиль серьёзнее, то есть, у вас это будет какой-то грузопассажир с объёмистым мотором, у вас будет какой-то грузовик и прочие виды техники, на которой многие люди строят бизнес в России. Какие-то грузоперевозки, какие-то рефрижераторы маленькие, бегающие по городу, там, какие-то, ну и прочие-прочие фургоны. Вот, эти машины подорожают с 1 января 2021 года. Последнее увеличение утилизационного сбора было у нас 1 января 2020 года, вот, ровно практически год назад. Вот, смотрите, ну видите, какая хитрая штука. Никакого документа ещё нет. То есть, это просто слухи в тусовке, которая, вот, создана возле такой темы, как ввоз автомобилей из разных стран, в том числе из Японии. Слух есть, а документа нет. Вот, но в этой стране, как бы, если есть слух, значит, есть прецеденты и, вероятнее всего, бумага за 2 недели может появиться. То есть, примерно, там, 15 декабря и 1 января этот закон может вступить в силу и утиль поднимется. Всё-таки, вот, мы в компании Сверокар берём в расчёт то, что утиль поднимается и заявки на юрлица мы не принимаем. Либо просим от клиентов подписать документы, что они готовы на увеличение таможенных платежей и на 25-30%. Вот, в общем, и только тогда принимаем предоплаты и вообще торгуем автомобилем в Японии. Вот, в общем, смотрите, всякие фургоны, грузовики, грузопассажиры, Honda Accord CR6, которые мы возили на юрлица, которые получались, ну, нормальных денег, прям со скрипом, я говорю эти слова, нормальных, по нормальным ценам. Вот, сейчас они опять подорожают и станут, ну, наверное, уже практически вообще неинтересными автомобилями, потому что у них цена перевалит за полтора миллиона рублей за CR6. Вот, и, конечно же, проще добавить уже там 150-200-300 тысяч рублей и покупать CR7. То есть, практически последнее поколение Honda Accord. Вот, в общем, как только документ появится, какой-то уточняющий, будет утиль, либо не будет утиля, мы вам сообщим на ютубе и в инстаграме. То есть, те, кто у нас подписан там и там, в общем, вы в любом случае увидите эту новость. Так, вторая наша новость, это сертификация, новая сертификация праворульных автомобилей с 2021 года, с 1 января. Эту сертификацию уже пытаются ввести уже больше года, но все пандемия, то не готовы, там и прочее, прочее, как с электронным ПТС. То есть, это все откладывают, откладывают, вот, и, в общем, сейчас ближайшая дата, должны 1 июля были ввести сертификацию, не ввели, но ввиду того, что пандемия, вот, все остановилось. Вот, и перенесли ее на 1 января 2021 года. Что это за сертификация, что она будет проверять, как она будет, какой сертификат автомобиль праворульный при ввозе в Россию будет получать. То есть, это отдельный документ плюс к СБКТСу, либо это будет отдельный пункт в СБКТСе, который будет там, машина соответствует там каким-то там нормам Российской Федерации. Непонятно. Каким образом это будет происходить? Либо на эвакуаторе автомобиль до выдачи ПТС будет вывозиться на лабораторию, как они называют это лаборатории, по проверке автомобилей. Либо это у нас будет выезд специалиста на склад временного хранения, то есть в порт, которых у нас тут масса. Специалисты приезжают, что-то проверяют и потом выдают сертификат. Непонятно. Вот, будет ли сертификация с 1 января 2021 года? Тоже 100% информации нету, потому что сейчас вот все, что касается автомобилей, правил ввоза, это просто, вот вы знаете, вот просто вот наступает день, и ты узнаешь, продляет ли эроглонас, добавляется ли какая-то сертификация, как ее проходить, как это будет, настроено это, не настроено, как этот документ выглядит и прочее, непонятно. И так, и в теме ввоза автомобилей, это все, вот любое изменение, оно так происходит, то есть электронный ПТС, более-менее что-то начинается выдаваться, то есть, ну, как бы, динамика какая-то появляется, мы все быстрее и быстрее их начинаем получать, но это, это с таким все идет скрипом, вот, так все это медленно, так это все плохо, пока наступает. Устроено, вот, поэтому, в общем, это равно сроки получения документа от этого электронного, они сейчас там были, условно говоря, то есть, когда были классические ПТС, это было там 4-5 дней, сейчас это где-то, ну, примерно 2 недели, 3 недели. Есть люди, которые даже, наверное, уже более 4 недели ожидают, вот, и благо динамику видно, то есть, ПТСки получаются, 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 получаются. Вот, в общем, по сертификации тоже вопросов больше, чем ответов, и будет ли она реально введена с 1 января, декларанты, которые, они очень большие, они таможат очень много автомобилей, это люди, можно сказать, номер один, которые занимаются растаможкой автомобилей, они не знают, они говорят, ребят, мы не знаем, работаем, как всегда, то есть, будет, будем делать сертификаты. Если отложат, ну, отложат, пока не можем ничего сказать, вот, в общем, работаем пока так, как есть и будет, не будет, в общем, по поступлению новостей из таможенных органов будем ждать новых правил. Вот, ну, как-то так. Так, хочется подытожить вот это все, вот эти две новости, продление Рыглонас и новость сертификации. Следующими словами, знаете, у многих людей возникает вопрос, зачем, зачем вот эти проходить через терник звездам, зачем вот эти сложности, заказывать машину с Японии, ждать ее, какие-то проблемы с электронами ПТС, проблемы с ГЛОНАССом, вот эти вот, то, что его то продлят, то не продлят, слухами обрастают подобные решения очень быстро, то, что там правую, правую рулю вставляют палки в колеса и так далее. Вот, почему люди идут на это? Потому что хотят купить качественные автомобили, потому что в России не могут найти хорошие прозрачные варианты. Отсюда и люди играют в эту игру, привезти себе автомобиль из Японии, вот, и мы, в общем, осуществляем эти желания людей, вот, и все рассказываем, растолковываем по срокам и так далее, по этапам. В общем, человек все равно сидит, просто смотрит в телефон, читает смски, на каком этапе его автомобиль, там, купили фотки на таком-то судне и так далее, получен электронный ПТС, отправлен на машину. Вот, и смотрите, и последний вопрос, это у нас просто директ завален слухами, что правую рулю в скором времени могут запретить, и там, вообще, что делать, ребят, покупать машину, не покупать, заказывать, там, вы вообще как там, как в Владилостоке, что слышно. Смотрите, я занимаюсь с 2010 года автомобилями из Японии и могу вам сказать следующее, каждый год эти слухи к концу года, они появляются, вот, и, в общем, их все больше и больше, особенно, когда какие-то появляются электронные ПТС и ГЛОНАСС и какие-то сертификаты дополнительные, люди видят в этом, что скоро будет запрет правого руля. Смотрите, мое мнение такое, то, что правый руль не запретят в ближайшее время, потому что на территории России зарегистрировано из всего легкового автопарка 8.6% правого руля, то есть это очень большое количество, это свыше, свыше, это почти чуть ли не 5 миллионов автомобилей легковых, вот, это очень большое количество, вот, и, как бы просто взять, запретить ввоз, ну, так резко никогда не будет, и я напоминаю тем людям, которые реально верят в подобное, то, что ввоз можно запретить вот так по щелчку пальцев, такого не будет, потому что еще по той причине, это просто мои мысли, что с ввоза, с пошлин, с автомобилей, которые заходят на территорию Российской Федерации, растамаживаются, получают ПТС и там и прочее, в казну уходят, в государственный бюджет уходят очень большие деньги, то есть это просто деньги, можно сказать, с воздуха, деньги, которые платят люди за свое желание завести и ездить на крутом автомобиле, крутом автомобиле, который отвечает их запросам, вот, и люди готовы платить там, допустим, сейчас полторашка, там, может, там, в 200, там, с копейками, там, 215-220 тысяч рублей, вот, полуторалитровый мотор проходной, проходного года, вот, двушка, 2,5, 3 литра, 3,5, я вообще там, вообще это, миллион, трехспланичный мотор, платеж таможне, миллион сто, там, в районе этих денег, миллион сто, просто, как бы, почему говорю за воздух, потому что, допустим, та же самая Япония, правила ввоза автомобилей, смотрите, на территории этой страны, ты, японец, ты хочешь ввести в Японию какой-то американский автомобиль, ты не платишь ничего, пошлины нет, ввозной пошлины нету, ты можешь привезти любого года европейскую машину, американскую, хоть русскую, кстати, русские машины, да, вы, если следить за нашим инстаграмом, очень часто, ну, в общем, странные мы всякие машины публикуем, вот, там встречаются Нивы, там, Жигули, вот, в общем, какой-то фан у японцев, они, видно, ради фана привозят туда их, вот, и, это страна, где внутри страны они производят вот такие машины, что они уверены в том, то, что людям просто не может прийти повально в голову привозить автомобили из других стран, чтобы, ну, ездить в Японии, потому что внутри Японии твои внутренние производители, они закрывают полностью вопрос автомобилестроения, то есть у тебя есть все типы автомобилей, коммерческий транспорт, малокалиберные, кейкары, минивены, седаны, хэтчбэйки, гибриды, электрокары, какие-то крутые тачки, типа, как ЛС, Century, там, и прочие, 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 там, люксовые автомобили, абсолютно все сегменты японцы закрывают, нету только супер, супер, крутых, дорогих автомобилей, типа, как Роус-Ройс, Ламборгини и прочее, это все-таки японцы славятся в том числе логикой, рациональностью, вот, и, в общем, у них это считается роскошью, которая немножко неадекватна, поэтому у них нету таких автомобилей, и они очень плотно держатся в масс-маркете, и на территории Японии встретить какой-нибудь, там, автомобиль хэтчбэк европейский, но это просто надо днем с огнем искать, чтобы его найти, вот, ребят, в общем, по моему мнению, правый руль будет жить, ввоз будет жить, ввезенное в Россию давным-давно, и вообще, там, любых годов, там, ПТС, там, выданные, там, в 1900 каких-то там годах, эти автомобили не будут запрещены, потому что, ну, я не представляю, как это, то есть, какое недовольство будет у этого, 5-миллионного сообщества, и что они могут сделать, из-за своего недовольства, вот, поэтому, я в подобные слухи не верю, и, не вижу такого варианта развития событий, вы можете, как бы, верить в это, бояться, не покупать правый руль, идти покупать каких-то корейцев, либо японцев на левом руле, ну, тогда вы не получите крутые технологии, которые есть в автомобилях на внутреннем рынке Японии, вот, друзья, в общем, какие-то, если у вас есть, какие-то новости, какие-то мысли, мнения, там, других источников, будет интересно внизу почитать, вот, поэтому давайте пообщаемся в комментариях, пока. Субтитры сделал DimaTorzok